Юровское шестье, кермаш Полишуков, живые статуи и Безовый баль. Минавито так протягнулася у Гомеля популярная международная акция «Ночь музеев». Гомельчаны гостей города сустракали филиал Ветковского музея староверства и белорусских традиций Мяшклярова и Палац румянцевых и Паскевичев. Ганна Корольчук, протягни тему. Открыла программу в филиале Ветковского музея «Юровское шестье» от фольклорного коллектива «Столбунские вечерки». Далее концерт протягнули ансамбль бандурыстов и яурейской музыки. Этно-рок команда «Банж Вирба» и многие другие. У музея гости знакомились с процессом рестаурации икон, занимались ткацтвом и створали старожитные рукописы. Кермаш Полишуков проставил выставу продаж этносувениров, а мастры делились умениями на мастер-классах. Для маленьких наветбольников так само зарабили творчую пляцовку. Мне нравится. В музее много есть всяких вещей, много старинных. Иконы старые, книжки старинные, бусы. Там много чего интересного можно узнать. Там танцуют, веселятся. Пешеподчатковый филиал Ветковского музея задумался как центр адраджения ромиства. И у приватности это традиционное отказство. Но сейчас показал, что традиционная культура, это традиционные танцы, традиционные спевы. Это роместники самых широких колов. И таким образом, в 20 лет уже филиал не только там ладить выставы, но и еще это этновечерины. При филиале народился шмак интересных этногуртов. Грандиозный сюрприз напередине своего 100 года подрыхтовал музей Гомельского палацевого паркового ансамбля. Одразу 100 историй, рассказанных за одну ночь. Так у пандуса палаца гостей сустракала бронзовая княгиня Ирина с букетом безу, який назван у ее гонор. Далее Ирина Ивановна дала старт безовому балю. У колонной зали гостя выучили романтичные полонезы вальс, а после – страстные бачату и сальсу. Кому что ближе. Поскольку это весна, очень сирень выпала, пришлось к семье. И, допустим, мне очень нравится самой сирень. И Ирина, наверное, Паскевич тоже была воодушевлена всем этим. Замечательные интерьеры. И мы представляем культуру 19 века, как раз времен Ирины Ивановны, Паскевич. То есть, действительно, ощущаем себя как дома. Здесь даже особая атмосфера во дворцах. Белую гостиную отдали поэтам и композиторам. В зале урочистых приемов выкладчики и студенты колледжа бытового обслуговывания створали феерычные прически для всех жадающих. Творчая натура им малявали Галинку Безу акварелью. Нам понравилась очень выставка на втором этаже братьев Скачевых. Также нам очень понравился мастер-класс по локонам. Вот даже попробовали на себе. Ждем мастер-класс по акварели в студии «Воздух», потому что очень нравится. Вообще приятно приехать в Гомель на ночь музейку, посмотреть, что-то так много всего интересного. Затекавила многих и ателье мадам Святланы. Здесь жанчины у всех взрослых с текавостью промирали разностайные капелюшики и фотографовали в образы. Юные гомельчане поливали над плодокой, кормили тренозаура, а так само удельничали в боях без правил с динозаурами. Только в эту ночь свои дверы расчинила вежа палаца, у какой гостям пропоновали поудельничать у квесте заблытанная история от годинщика. Таким чином у музея презентовали новый выставочный проект «Часовые расколины». Нам этот проект очень дорог, поскольку именно он будет представлен на юбилейной выставке. Но это еще есть сюрприз. Дело в том, что к нам буквально на днях позвонила дирекция европейских игр. И им очень приглянулся наш проект. И выставочный проект «Временные трещины» включен в культурную программу вторых европейских игр. Этот проект со всеми фотографиями будет размещен на официальном сайте европейских игр. А это порядка 50 стран на совершенно разных языках.